Сегодня у нас очередной ноутбук, купленный в стилинке, цена 17900, за вычеты скидки там около 900 рублей, бонусы не использовались, он из категории бюджетных, у меня уже есть видео про бюджетный ноутбук, это примерно такое же, но есть немного отличий, во-первых, это тот Lenovo, это Acer, требования были как можно дешевле есть, чтобы не тормозил для работы, отличие от предыдущего в том, что здесь стоит Linux, там DOS стоял, процессор A6 и там был A6, но здесь 92.20, а там по-моему 91.20, но большое ли отличие между ними я пока сказать не могу, но думаю этот немного лучше должен быть, по идее, раз он поколение, ну как бы не поколение, раз у него цифры больше, соответственно он вышел позже, что-то там по идее лучше должно быть, по крайней мере на это указывает тот факт, что здесь экран Full HD, разрешение, а там был 1300 с чем-то, графика такая же R4, 4 гига оперативки DDR4, 500 гигов жесткий, здесь нет оптического привода, там был, но он здесь и не нужен в принципе, Wi-Fi, Bluetooth, так, One, по идее тут LAN порт должен быть, но что-то как-то отмечено, непонятно, камера 0.3, аккумулятор, так, сейчас его откроем, посмотрим, что там внутри и внешний вид. Маленькая коробка здесь порвала. Так, что бросается в глаза, мне тем и этим сразу в мешочке лежал, коробка открывается, конечно, по-другому, как на Lenovo, чем на Lenovo, вот, Full HD, потом, что у нас тут, зарядник, стандартный в принципе, часто используется такой тип разъема, но штекер такой усиленный, обычно в этом месте перегибается. вот, зарядка на сколько, 3 ампера, 19 вольт, даже 2.3, то есть он, по идее, маломощный, предполагается, что он немного потребляет, поэтому зарядник не особо. что у нас тут, HDMI, VGA нет, кардридеры, USB 3.0, LAN, значит LAN есть, уже хорошо. так, что тут спереди, клавиатура матовая, надпись S-Fire 6, экран тоже матовый, он весь такой не глянцевый, с этой стороны 2SB 2.0, разъем под наушники, разъем под зарядку, спереди ничего нет, сзади тоже ничего нет, но радиатор охлаждения только, аккумулятор, соответственно, тоже встроенный, вот, привода нет, в принципе, такой не тяжелый, N17Q3 модель, S-Fire A3, A315-21 серия, ну, сейчас включим, скорее всего батарейку надо будет зарядить, кнопка здесь в клавиатуре, с одной стороны это неудобно, можно задеть случайно, с другой стороны прикольно, так вот, сейчас подключу зарядку, включим, индикация здесь справа, это оранжевая зарядка, синий включение, здесь стоит Linux, это вполне Ubuntu, а что-то другое, уже интересно, я такой не видел, вот, ну, будем, конечно, поставить десятку, проблем, думаю, не должно возникнуть, судя по отзывам, все должно работать, бывает, тачпад не работает, еще что-то, кстати, тачпад оставляет следы отпечатки, включился у нас Linux, прикольно, кстати, не хуже, чем Ubuntu, можно сказать даже, так, ну, ладно, сейчас я это все поизучаю, переустановлю на десятку и продолжим, так, пошла установка Windows, все такое мелкое, из-за того, что Full HD разрешение, капец, так, чтобы в BIOS зайти, сделать загрузочное устройство первым флажком, а не жесткий диск, нужно на F2 нажать, потому что DLF1 здесь не срабатывает, вот, и потом выбирайте установку 64-битной системы, и так далее, сейчас подождем, как установится, потом дальше продолжим. Обновил, обновил Windows, там до новой сборки, сейчас вот установил все драйвера, кстати, из драйверов установлен только драйвер сетевой карты под провод, чтобы установить остальные драйвера, вам нужно подключить его к интернету, этот кабель, и тогда вы обновите драйвер для Wi-Fi, и там, для чипсетов, по-моему, какие-то драйвера, либо скиньте заранее на флешку, вот, вот, единственная у меня проблема с одним драйвером, я его вручную устанавливал, по ID устройства находил, сейчас, кстати, он пропал, а вот он, AMD E2C контроллер, что-то обновился, похоже, вот у него с ним проблемы были, потом я его отдельно находил, а так вроде нормально, в общем, если есть интернет-отпровод, то сможете обновить нормально, вот, зашел посмотреть характеристики этого процессора, на сайте, тут пишут, что при HD разрешении, Overwatch будет 20 фпс, middle air, 15, Tomb Raider, 2013-40 hfps, вот, тут есть такие, синтетические тесты, по процессорам примерного уровня, в принципе, даже Intel Pentium обгоняет этот процессор, по очкам, так что стоит задуматься про Pentium N4200 в следующем раз, при покупке, так, также запускал я тесты, но так как здесь Full HD экран, то тесты показывают что-то около 4 фпс, а у предыдущего было 5.6, но там было разрешение 1024, вот сейчас, если при таком же разрешении запустить, посмотреть, может быть, 10 тестов покажет, да, здесь уже 7 есть, так и думаю, что он немного лучше будет предыдущего, на пару фпс, так, ладно, но это при таком разрешении, если вы захотите в игры играть, то в принципе, если ставить низкую графику, и разрешение маленькое, то, игры пойдут, как написано на сайте даже, игры 2016-го, вот Overwatch, Middle-Air 2017-го, еще игры будут идти на минималках, там, кое-как, но это не игровой ноутбук, так что, и вот здесь параметры есть процессором, у него DDR4 память 80 мегабайт, интересно, ну так, компьютер, в принципе, шустренький, как и предыдущие, пока еще не забиты ничем, поэтому, жесткий еще не тормозит, так, при желании, наверное, можно здесь еще и SSD поставить, так как есть, место, это вам не Celeron, так что, тормозить жутко не будет, по крайней мере, в интерфейсе, нет таких лагов, как в Celeron, я доволен, видос еще, вот FullHD не открывал, надо посмотреть еще видосы, но думаю, что все будет нормально, вот, так что, рекомендую, что самое обидное, на момент покупки, он стоил 19, плюс какая-то там, по купону акция, в общем, за 17 900 он вышел, а сейчас началась какая-то черная пятница, там распродажи дней 10, и он сейчас уже, можно его купить за 16, или за 16,5, короче, еще дешевле, это было, конечно, обидно, но да ладно, всем пока, так вот, видео в FullHD, вроде бы не тормозит, 1080, вот, звук здесь хотел сказать, сейчас вот на максимум сделал, ну, экран под углом, конечно, уже отсвечивать начинает, здесь как, кстати, на Lenovo, экран открывается, на 180, звук откуда-то сзади, идет снизу, как на Lenovo, но, по-моему, не сверху, а по бокам, по-моему, по бокам где-то, в Lenovo где-то здесь по центру было, а здесь слева и справа по бокам, там, по-моему, был один динамик, моно, здесь два вроде бы, судя по звучанию, ну, звук, в принципе, нормальный, может быть, даже чуть погромче того, за счет того, что два динамика, короче, такие дела, теперь точно все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok